Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Татьяна Строкова заключила пари на 21 день, обещая ровно столько подчиняться во всем Даниилу Сахнову. Если она не сможет продержаться, то отправится одна на остров любви. В гостях у Антона Бекушева побывал на шоу Сергей Кучеров. Неужели будет делиться мнением о паре Юлии Ефременковой и Мандезира Света Амура? Не так давно стало известно о расставании Саймона Марданшина и Анастасии Якуб. Выяснилось, что ребята так и не смогли преодолеть недопонимания, которые копились в их паре слишком долгое время. После того, как Сэм и Настя разорвали отношения, на странице Марданшина появился красивый пост с фотографией, где они вместе с Якуб. Поклонники Дома 2 предположили, что парочка снова вместе, однако выводы были поспешными. Сэм поспешил прояснить ситуацию, сообщив, что расстался с Анастасией Якуб окончательно. Молодой человек уверен, что шансов на возобновление отношений нет, и фанатам не стоит строить надежды по поводу их пары. До последнего дня фолловеры отказывались верить в примирение Алены Савкиной и Ильи Яббарова. Многим казалось невероятным, что Алена закроет глаза на все оскорбления саратовского шансонье и простит ему год сожительства с Маргаритой Ларченко. Впрочем, в реальной жизни все оказалось совсем не так, как пыталась показать Алена в своем инстаграм. Вот уже почти неделю, как Савкина льет слезы, и все из-за отвратительного поведения Ябарова. Однако куда более отвратительным кажется зрителям попытки ведущих уговорить девушку вновь закрыть глаза на происходящее. К примеру, Ольге Бузовой по полной программе досталась от подписчиков после недавнего шоу «Бородина против Бузовой». Многие в шоке от того, как Ольга фактически толкает неопытную Савкину в постель к прожженному Ябарову, фолловеры убеждены, поступок Оли крайне жесток. Ведь сама ведущая не может не понимать, рядом с таким, как Илья, Алену не ждет ничего хорошего. Маргарита Овсянникова побывала на шоу «Бородина против Бузовой» и пришла к выводу, что «Дом-2» она переросла. Андрей Черкасов, выкладывая совместные фото с женой Кристиной, надеется, что его подписчики желают им только позитивного и хорошего. Либерж к подону поделилась трудностями пения перед публикой, ведь танцевать ей легко, а вот петь она может только при отсутствии слушателей. Вернувшись на поляну, Захар Соленко, кажется, уже и не рад, что оставил остров любви, где его никто не трогал, ведь столько проблем на него свалилось в Москве. То ссоры с Данилом Сахновым, то разборки с Татьяной Строковой, то ведущие, которые не верят в его любовь к Яне Шофеевой, всего и не перечислишь. В общем, парню не позавидуешь, на личную жизнь времени у него совсем не остается. Сегодня в дневном эфире с поляны Ефременкова на тете сообщила Яне, что с легкой руки Захара участники считают Шофееву недалекой и глупой, поскольку тот имел неосторожность однажды заявить, что Яна сначала говорит, а потом думает. По большому счету, что за претензии к Захару? Мало ли что и кому он сказал, участники сами вольны делать выводы. Он никому свое мнение не навязывает, что характерно Шофееву эта новость не очень-то и расстроила. Кажется, если бы Соленко прошелся по внешности девушки, то вот тогда эмоций было бы гораздо больше. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Пока Оля Рапунцель и Дима Дмитренко хвастаются успехами годовалой Василисы, зрители бьют тревогу. Последние убеждены, девочка не только не умеет ничего выдающегося, о чем так кричат Оля и Дима, но и явно отстает в развитии. Причем речь идет о серьезном недуге. В Василисе поставлен страшный диагноз – аутизм, и у зрителей есть масса тому доказательств. Так, к примеру, у малышки появились признаки агрессии. Не так давно она с особой жестокостью била собственного отца. Кроме того, годовалая участница шоу до сих пор не говорит, ведет себя отрешенно и все чаще закрывает ушки, что также является тревожным признаком. Фолловеры не теряют надежды достучаться до брендов Дома 2. Впрочем, многие понимают, Оля и Дима вряд ли послушают советов, ведь они убеждены в уникальности дочери. Интересная новость с сайта Шлок. Не успел еще выйти в выпуск ток-шоу «Бородина против Бузовой», на котором участницу Александру Черно приперли к стенке с ее постоянной ложью и предательством других жителей Звездного дома, как она стала искать помощи у пользователей сети. Александра Черно ищет поддержки у своих фанатов. Такими она считает 450 тысяч своих подписчиков. Саша уверяет, что спустя неделю после съемок она передумала уходить с телепроекта Дом 2. Тем более, что все меньше времени они с Иосифом Аганесяном проводят вместе с соседями. Все чаще лезут в кадр с советами жителям Поляна в эфирах. Правильно, остальные заняты своими семейными или предсвадебными хлопотами. Только супругам Аганесян уже, кроме взвешивания Саши, и показывать нечего. Не потому ли и поддержки приходится искать только у своих же подписчиков, что жители Звездного дома давно не доверяют этой парочке фриков. Уже ни для кого не новость, вслед за Аленой Савкиной на проект вернулся Илья Яббаров. Впрочем, в отличие от Алены, саратовский шансанье не так уж рад своему нахождению под камерами, из-за чего в вип-доме не утихают скандалы. Фолловеры, да и многие участники удивлены поведению Ябарова, ведь по слухам, за свое нахождение под камерами он выбил из организаторов неплохое вознаграждение. Так, зарплата Ильи якобы составляет 450 тысяч рублей. Ябаров так допек, что Ольга Орлова решилась на радикальные меры. На лобном месте Ольга не только запретила Илье жить в периметре и работать за его пределами, но и озвучила сумму, которую молодой человек будет отныне получать под камерами. Если верить ведущей, зарплата Ябарова составит всего 40 тысяч рублей. И самого участника это по вполне понятным причинам совсем не устраивает. Настя Болинская не скрывает, за плечами у нее неудачная пластика. Так не скрывает и того, что врачу, испоганившему ее лицо, удалось избежать ответственности. А вот сама девушка уже не единожды пожалела о своем поспешном решении лечь под нож пластического хирурга. Накануне убедиться в том, что операция стала для Анастасии роковой, смогли ее подписчики. В сети нашли снимки девушки задолго до прихода на проект и той злосчастной пластики. Фолловеры в шоке. Когда-то Болинская была настоящей красоткой. К слову, не на пользу Насти пошла и излишняя худоба. По мнению многих, сейчас девушка смахивает на трансвестита. И наверняка не может похвастаться вниманием мужчин. Алексея Кудряшова фолловеры в расчет не берут. Как ни старается Ольга Рапунцель жить в мире с коллективом, ей удается с огромным трудом. Так, к примеру, девушка регулярно выясняет отношения с Александрой Черно и Иосифом Аганесяном. А не так давно лишилась поддержки в лице Майи Донцовой и Алексея Купина. Судя по анонсу будущего эфира, обнаглевшая яжмать сумела настроить против себя даже лояльно настроенную к ее семье Ольгу Бузову. В студии городских квартир Оля не просто отказалась выслушивать советы ведущей и меняться, но и посоветовала ей начать себя. К слову, не только Бузова, но и все присутствующие в студии были шокированы наглым выпадом Рапунцель. Более того, Влад Кадо не потребовал от девушки извинений. Впрочем, для самой Оли попросить прощения оказалась задача не из легких. Самая красивая пара Дома-2 готовится к разводу. Всего год назад Литвинов и Мусульбес узаконили свои отношения, выиграв конкурс «Свадьба на миллион». А теперь объясняются с фолловерами по поводу решения расторгнуть брак. К слову, парочка озвучивает диаметрально разные версии случившегося. Так, Витя до сих пор оставался немногословным и лишь просил фолловеров ни в чем не винить Мусульбес. В то время как Таня сразу же раскрыла все карты, обвинив без пяти минут бывшего мужа в переписке с другой. Впрочем, если верить парапсихологу Фаине Кали, в разводе виновата именно Таня. Как оказалось, Литвинов все еще любит супругу и не против сохранить брак. Вот только в планы Мусульбес это не входит. Вот уже больше месяца, как у Тани, новый роман. На этот раз выбор эффектной брюнетки полно состоятельного мужчину, который может позволить себе исполнить любую ее прихоть. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!